Приветствую вас, значит, Вера. Я, конечно, глубоко вам сочувствую, я сочувствую ваши проблемы, вот. И то, что я скажу, я надеюсь, немножко вам поможет. Дело здесь в том, что вы не замечаете этого вообще-то, но повторяете сценарий своей мамы и бабушки в том, что мама перекладывает ответственность за... То есть бабушка перекладывает ответственность за свои несчастья на маму, мама перекладывает на вас, а вы перекладываете на нас. Соответствие какая? Я беру на себя все время слишком многое, я не выдерживаю и, условно говоря, переливаю на кого-то. Ну, на кого-то еще. Мама боится обидеть бабушку. Что это такое? Чувство вины... Чувство вины это... Ну, это такое вот разрушающее ощущение, что я должна, что не могу отказать, не могу сказать нет. Вы очень сильно привязаны к маме и привязаны к бабушке, вы не самостоятельны, как мне кажется. У вас нарушены личные границы, то есть вы их не отстаиваете, и в то же время вы, как мне кажется, тянетесь очень сильно к маме. Вот, тянетесь к ней, ну вот, за поддержкой. Вам вообще нужна поддержка. И вот, я бы сказал бабушка, ну, без поддержки не может. То есть вот, на себя пытаться вы не можете вам. Ну, комфортно, хорошо, когда... Вас поддерживают люди. Ну, вот. Но... Как бы... Вопрос... Откуда вы берете поддержку, и от соответствующих ли людей вы берете поддержку? Поддержку. А... Чувство вины, умение говорить нет, личные границы... Это все из... В той части... Вас... Где... Есть... Ценности. Но вина... Насилие... Директивы, требования, обвинения, обиды... Это привычка. А... Вот... У вас есть ощущение, что вы должны... Своей маме и бабушке... За что-то. Вот... Мне бы... Хотелось... Очень сильно... Чтобы вы спросили... Себя... Эм... А... За что... Я должна... Вот... Ну, откуда это появляется, что я должна... Вот... Я не могу отказать... 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 Да? Следующее... Эм... Это пока кажется немножко странным, но... Так... Эм... Вы... На мой взгляд... Скромны... Эм... Не верите в глубине души, что... Мама... Достаточно... Адекватный человек, чтобы... Самостоятельно делать свой... Вы... Выбор... Ведь... Тот выбор... Который она делает... Это... Ее... Особенный выбор... Она его делает каждый день... Она выбирает... Его делать... Вам кажется, что... Она этого не делает... Вам кажется, что она жертва... Что... Она... Там... Себя заставляет... И... Прочее... 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 Вот... А... Она это делает... Ну... Из честного долга... Как бы это правда... Что она делает... Это из честного долга... Но... Делать это из честного долга... Это ее выбор... Мм... А вы этот выбор отрицает... И... Эм... Вот... Почему я говорил, что... Вы отрицаете выбор... Потому что... Отрицание выбора позволяет... Эм... Отрицание выбора мамы... И бабочки... Позволяет вам... Эм... Впрягаться за них... Эмоционально... Психологически... Эм... Физически... Вот... И... Быть... Эм... С ними частью единого целого... Но... Не самой по себе... Не самой по себе... Не так... Что вот... Есть я... Есть ты... Все... Такого нет... И... Это... Собственно говоря... Вот... Как раз... Эм... То, на чем нужно работать... То есть... Вот... Выявить... Вот... Вам тяжело... Ну вот... Ну вот начнем... Да... Просто... Начнем... Вам тяжело... Вы говорите... Как мне облегчить... Свои существования... Чтобы не обидеть никого из близких... Так не получится... Так не получится... Потому что... Если вы облегчите свое существование... И не обидите их близких... Это значит... Что... Первое... Вы ничем не научитесь... А... И... Ваши близкие... Тоже ничему не научитесь... Чему же вы не научитесь... А... Платить... Знаете... Никто из вас не хочет... Платить... Никто из вас не хочет... Расплачиваться... Ни вы... Ни мама... Ни бабочка... А... Вы как... Ну... По сути... Как... Покупатель... В... Магазине... Который... Вот... Пришел... Да... Накупил... Э... Товаров... Э... Продуктов... Вот... А... Платить на них... Не хочет... Ну просто не хочет... Вот... Не привыкнут... Вот вы... То же самое... Э... Э... Желания... Человека... Любов... Любов... Человека... Они... Постоян... Ну... Желания... Человека... Постоян... Э... Их... Много... Э... Э... Они... Э... 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 На постоянной основе... Есть... У... Человека... Это нормально... Абсолютно... И если демонстрировать ему готовность и желание удовлетворять, то человек быстро привыкнет к такой модели поведения. Поэтому пытаюсь удовлетворять желание человека, если это не на постоянной основе. Это нормально, то есть не постоянная, а единичная такая вот основа, это нормально. Но если это делать на постоянной основе, это значит делать бесконечно. С желанием человека бесконечно. А так вот получается, в какой-то степени, что вы себя обманываете. Вы думаете, что это имеет какой-то конец, на самом деле нет. На самом деле нет. И тяжело вам, потому что вы не живете своей жизнью, потому что вы боретесь постоянно с тем, что отрицают ваше право на жизнь, отрицают свое право на жизнь. Потому что бабочка, она, ее поведение, это не просто поведение человека, знаете, который, там условно говоря, произойдет, вот так, все, мы будем, вот, ну, мы будем жить, вот, сейчас, вот только, значит, по такому вот принципу, да, вот как я сказал, и все, то есть, нет. Бабушка, она тоже недовольна, по сути, своей, и недовольна очень сильно, и она отрицает, несмотря на то, что она говорит одно, она отрицает свое существование, она отрицает, как бы, свое право существовать. Потому что в противном случае, в противном случае, если бы она об этом не отрицала, то у меня бы не было такой реакции, понятно. А так, вот, она отрицает, мама отрицает, и вы отрицает. А это невозможно, потому что ваше существование, оно случившееся, факт. но, как бы, вы пытаетесь себя обмануть, а бабушка пытается себя обмануть, мама пытается себя обмануть. и вам тут тяжело, не потому что, ну, там, например, вы очень много делаете для бабушки, там, и так далее. вот. Здесь немножко другая стала, я бы сказал. История о том, что вы себя пересиливаете, по сути. вы себя, как бы, зажимаете, на такая машина. Вот. Какая штука. И это, вот, конечно, крайне тяжело. То есть, хотите вы другую. Вам вот нужно, наверное, в первую очередь, набраться мужества. И признать, что вы немножко не такая, не та же самая, какой хотите казаться, какой хотите быть. Вот это время, это процесс, это поддержка, это определение внутренним, внутренним идеям, внутренними ресурсами, то, что вы на самом деле должны быть, то, что не должны вообще. Вот. Ну, это определённая работа. Поэтому, Вера, вот то, что вы сделали, по сути, вы сделали то же самое, что мама и бабушка. Вы пожаловались. Но выход из состояния, из состояния вот этого сценария, это именно работа с тобой. Психотерапия. Обратите внимание, ни у бабушки, ни у вашей мамы, только у меня есть мужчина. Я не знаю, есть мужчина у вас, но поверьте, при таком подходе мужчина не будет у вас тоже. Психотерапия, вот вы говорите, ааа, значит, не ходить, не вариант. Я не хочу, что мама любит. Я переживаю за то, что у меня плед тащит груз вины. И вы перхват мамы на обед и выдерживаете её никак не вам сказать. Они вас задевают. Они вас ранят. И вам нужно научиться не выдерживать, а принимать то, что они вас ранят. Говорите, принимать вот эти раны, говорите об этом. Да? И ассимилировать вот эти вот болезненные места. Не бороться, не бежать от них сейчас. Вы перхват мамы на обиды и выдерживаете её высказывание. А то, что мама покажет вам на ту часть вас, от которой вы бежите. А начать вас. Куда бы вы ни бежали, она всё равно будет честь вас, так или иначе. И лучше, что вы можете сделать, это всё-таки научиться начать видеть себя. Вот. Понимаете? Научиться начать видеть себя. Научиться начать видеть себя. Я. Ага. Ратный. Понимаете? Какая штука. Эх. и это то, что я могу вам ответить. Ваша мама раскрывает вам ту часть вас. Какой вы можете быть и какой вы скорее всего являетесь. Понимаете? Это то, что можно вам сказать. А чтобы принять в себе разную, вам потребуется время, вам потребуется ресурсы, вам потребуется помощь и поддержка специалиста психотерапевта. Сами вы из этого не выйдете. Изучите просто для расширения кругозёра психологическую игру тупик и психологическую игру да-но. На этом всё. Надеюсь, что помог вам надеть на обратный связь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok